Новые правовые механизмы в сфере законодательства недвижимости стали темой бизнес-бранча, который был организован издательским домом «Коммерсант» при поддержке НИИП Генплана Москвы. Изменения в законодательстве коснулись Гражданского кодекса и целого ряда федеральных законов. Так впервые в 171 ФЗ поменялся статус договора о комплексном освоении территорий. И этой теме посвятил свое выступление заместитель руководителя Департамента недвижимости Минэкономразвития Михаил Бочаров. До сих пор этот договор воспринимался в качестве приложения к договору аренды земельного участка. И если срок аренды заканчивался или он был переуступлен другому лицу, то все обязательства по благоустройству строительства социальных объектов считались отмененными. Это выразилось в обособлении двух договоров. Есть договор об аренде земельного участка, есть договор о комплексном освоении территории. И этот договор, он становится особым договором. Его особенностями является то, что в принципе он является нерасторгаемым договором. То есть невозможно представить себе правовые основания, по которым бы одна из сторон уклонилась бы от исполнения договора. Таким образом договор о комплексном освоении территории будет действовать, даже если застройщик утратит права на земельный участок. Тему анализа 171-го федерального закона продолжил заместитель директора компании «Ренова» Андрей Ивакин. По его словам, главные изменения закона связаны с государственными и муниципальными землями. В частности, одно из таких изменений Андрей Ивакин назвал жестким по отношению к тем, кто планирует начать строить на государственной земле. Отныне участки будут предоставляться исключительно в аренду. Никакой собственности. Государство создает стимулы к тому, чтобы земельные участки не приобретались в спекулятивных целях. То есть, с одной стороны, упрощается доступ к этому ресурсу. Процедуры все настолько жесткие и прозрачные, что сложно там отказать. Но, с другой стороны, ужесточает соответственность за неиспользование участка. И делается это вот таким способом. Только аренда, которую, естественно, можно после прекращения не продлять. Исключается норма о продлении договора аренды, которая сегодня действует, что арендатор может всегда потребовать продления на новый срок. Ее тоже не будет. И более того, внесены изменения в Гражданский кодекс, которыми предусмотрено, что если арендатор не успел в установленные сроки построить свою недвижимость, то органы власти вправе обратиться в суд о принудительной продаже с торгов этого недостроя вместе с землей. О состоявшихся и планирующихся изменениях Гражданского кодекса, регулирующего отношения в сфере недвижимости, рассказал преподаватель Российской школы частного права Денис Новак. Одно из таких пока не состоявшихся изменений Денис назвал «форточкой в будущее». Так, по его мнению, у нас должен появиться принцип единого объекта, который означает то, что земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости представляют собой единое целое. Если будет это принят, конечно, мы приблизимся к мировым стандартам, когда действительно это у нас просто в постсоветский период оказалось так, что главное не земельный участок, а расположено на нем здание. Хотя во всем мире наоборот. Собственник земельного участка автоматически является собственником всего, что на нем расположено. То есть здание даже не является объектом гражданских прав. Это лишь улучшение земельного участка. Работа этого принципа обеспечивала бы, по крайней мере, в той конфигурации, когда это изматривается, изменения. Обеспечивала бы отсутствие необходимости. Если собственник земельный участок строит для себя здание на своем участке, ему не надо было бы регистрировать отдельно право на здание. Он все, что строит, все это автоматически прирастает к его земельному участку. Отдельно оформлять это право на здание не надо. Что снижало бы, конечно, множество издержек. Как оформить отношения между арендатором и арендодателем, чтобы обе стороны были защищены и не возникало ситуации, когда кто-либо из них вынужден будет обращаться в суд? Свои советы на эту тему предложила заместитель генерального директора ВТБ «Арена Парк» Анастасия Помилова. По максимуму попытаться уйти от односторонних решений со стороны арендодателя. На входе в договор как можно подробнее прописать механизм, откуда вы приходите к той или иной сумме платежа в течение оплачиваемого периода. Потому что это единственный, по-моему, способ, который, во-первых, дает возможность сохранить нормальные партнерские отношения с арендатором. Потому что чем больше вы прописываете конкретики в ваших документах, тем меньше потом возникает споров. По крайней мере, неразрешимых споров, когда люди просто в эмоциональную сторону дискуссии уходят и не готовы слышать друг друга. Когда вы человеку выдаете формулу или некий обдуманный порядок с коэффициентами, с их расчетом, с объяснением экономическим, откуда взялась та или иная цифра, как правило, 70% людей начинают оспаривать какие-то частности внутри этой системы. Что дает вам основания считать, что да, сама-то система принята ими. Теперь давайте спорить о частностях. Но главное, вы добились, вы согласовали общую систему. Продолжение следует...